Приветствую всех, друзья! С вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. Сегодня мы будем готовить вкусные чесночные гренки. Их подают в разных ресторанах, пабах, где я только их не пробовал. И у друзей, у своих. Их готовят по-разному. На самом деле, так как готовлю я, настолько вкусно, я нигде еще не пробовал. Я их научился готовить методом проб и ошибок. Ко мне приходят разные друзья, кто-то пиво пьет, я сам пиво не люблю. И я вот угощал гренками, они говорят, расскажи, как ты так научился, расскажи нам рецепт свой. Я решил не только для друзей, но и для вас, для широкой аудитории, показать этот уникальный способ. Для того, чтобы нам приготовить вкусные чесночные гренки, нам понадобится все, что вы видите на столе, все ингредиенты. Мы купили вот такую вот небольшую булочку серого хлеба, можно полбулки отрезать, можно купить маленькую. И первое, что мы начинаем делать, мы начинаем нарезать. Очень важно, друзья, обратите внимание, что нарезаем мы широко. Ну, то есть, такими вот не тоненькими кусочками, потому что фишка этих гренок в том, что они поджаристые снаружи и внутри, то есть, сверху такая хрустящая корочка, а внутри должно получиться такая, как мягкая булочка. Нарезаем такими вот кусочками, равномерными. И затем мы будем делать соус. Соуса у нас сегодня будет два. Вот так вот нарезаем. Вот эту вот корочку срезаем, друзья, она нам не понадобится. Вот здесь вот, вот эта вот боковая. Нож для этого должен быть желательно острый, но точный, чтобы все делать нам удобно. Так. И нарезаем вот такими вот брусочками. Равномерные части должны быть. Очень важно, друзья, еще раз повторю, наточить нож, чтобы это делалось все удобно. Резать было удобно. Затем делаем наш соус первый для того, чтобы смазать хлеб. Он дает очень такой хороший эффект вкусовой. Для этого нам понадобится приправа. Она для моркови по-корейски очень хорошо подходит по вкусам и своим качествам. То есть, я разные пробовал приправы. Методом проб и ошибок нашел вот уникальную приправу, которая подходит для сухариков. Главное, не переборщить тоже. Где-то чайная ложечка приправы, затем чайная ложка соли. Грамм 50 растительного масла. Растительное масло можно взять любое, можно рафинированное, не рафинированное, уже на ваше усмотрение. Где-то грамм 50-70 наливаем масло. И давим туда чеснок. Чеснока нам понадобится где-то на 4-5 зубка. Таких небольших, вот таких вот. Мы в чесногодавке их давим. Вот это вот все срезаем, потому что у нас ничего лишнего нет. Мы все экономно делаем. И сейчас это все очень хорошо размешиваем. Хорошенько. У нас получается такая вот жидкость. Так, размешали наш раствор. И теперь раскладываем на противень наши сухарики. Друзья, пока мы раскладываем, смазываем, у нас должна нагреваться духовка. То есть мы включили духовку на 250 градусов. Можно на 180. У кого, смотря у кого какая печка, ну от 180 до 250 градусов. Включили. Сейчас равномерно все смазываем. Пропитываем, чтобы все у нас очень хорошо пропиталось. Вкус получится изумительный, я вас уверяю. То есть я уже... Это уже старый мой рецепт, который многие любят. Как видите, друзья, я их равномерно смазал. Соуса у нас хватило. Сейчас раздвигаем вот так вот равномерно, чтобы они лежали в нашей греночке. Плитка у нас уже нагрета. И мы идем в духовке. Наши сухарики сейчас в духовке находятся. И очень важно за ними посмотреть периодически. Где-то минут на 8-10 они должны готовиться. Может больше надо смотреть. У каждого печка разная. Укропа много на такую пропорцию соуса не будем делать. Вот столько где-то отрежем половину. И помимо укропа нам понадобится где-то чеснока головок 6. Ну, зубчиков 6. Чеснок можно покупать. У нас вот в деревне привозят соседа, покупают его. Очень хороший чеснок. Всегда свое, оно лучше. Затем нам понадобится майонез. Майонез тоже в принципе можно любой по своему вкусу. Где-то больше, чуть больше, чем по стакану. И томатная паста, либо кетчуп. Ну, у нас в данном случае у нас кетчуп. В принципе, подойдет и то, и другое. Кружка, она где-то у нас 250 грамм. Вот такие вот пропорции, друзья. И затем вот размешиваем это все. А еще очень важно добавить уксуса. У нас уксус 70-ти процентный. Поэтому совсем немножко на кончике ложки. Если 9-ти процентный, то можно чайную ложку полностью. Вот совсем чуть-чуть на кончике. И все это очень тщательно размешиваем. Получается такой вот у нас соус. Все мы уже хорошо, достаточно размешали. Сейчас попробуем на вкус. Кстати, обращаю ваше внимание, что чеснок там тоже по вкусу. Где-то вот я положил 6, можно 4 поменьше положить. Это уже на ваше усмотрение. Соус достаточно вкусный получился. Для наших гренок он подойдет. А сейчас нам надо пойти посмотреть гренки. Потому что за ними надо всегда следить, чтобы они не сгорели. Обратите внимание, греночки наши я уже один раз перевернул. Важно очень за ними следить. Где-то минут 5-6 прошло, я их переворачивал. Уже сейчас опять переворачиваю. Показывать это все, думаю, не обязательно. Потому что так досконально. И сейчас опять в духовку отправляем гренки. И пока наши греночки доготавливаются, там осталось минуты 3. Расскажу новости, которые я сегодня услышал. И две новости, они все из Грузии. Милиция задержала в Грузии медведя, который ограбил винный погреб. То есть бабушка где-то 98 лет позвонила в милицию, обнаруживая у себя в огороде медведя. Когда милиция приехала, оказалось, что медведь пьяный. И у бабушки был взломлен ее винный погреб. Это первая новость. Вторая новость, я думаю, что она похожа больше на шутку, чем на новость. Ученые в Грузии определили, что опытный продавец арбузов может одним щелчком пальца по голове определить, готов его сын к экзамену или нет. Но больше действительно похоже на бред. Но вот это вот говорят нам по радио сегодня. А сейчас мы посмотрим. Пойдем. У меня наши сухарики готовы. Посмотрите, какие они румяные получились. И самое главное, мы добились, я чувствую, что мы добились нашего эффекта. Сейчас мы попробуем. Да, действительно так. То есть, сверху хрустящая корочка, внутри мягкие хлебушек. Они достаточно вкусные даже без соуса. Но у кого охота поострее, можно с соусом. Очень вкусно. Мне нравится соусом. Друзья, обратите внимание, возьмите себе на заметку, что этот соус очень хорошо подходит к любому мясному блюду. Также можно пельмени сварить, полуфабрикаты любые и так далее. Очень вкусно, не могу остановиться. С вами был Олег Лейман, на канале Найди свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал. И здесь вы найдете очень много полезных рецептов для тебя и своей семьи. До встречи.